Старшина специальной службы Митрофанова Татьяна Николаевна действительно состоит на службе в оперчекистской группе ОНКВД Пинской области БССР, имеет право ношения огнестрельного оружия любой системы и беспрепятственное передвижение при фронтовой и фронтовой полосе. Запись в своем боевом удостоверении Татьяна Голубева в девичестве Митрофанова и сейчас помнит наизусть. Сложно поверить, что эта хрупкая, изящная женщина выполняла во время войны особые задачи. Ходила в разведку, прочесывала заминированные дороги и проводила операции с партизанами. На передовую вызвалась сама, когда началась мобилизация девушек. Там сидят у него приемные, девочки плачут. Я говорю, а я подаю заявление о добровольном призове меня на защиту Родины. Он говорит, подумала, я говорю, подумала. Мне не страшно было, потому что я решила. Я решила, если я решила, значит, какие могут быть слезы. Если бы меня насильно врали, дело другое. Фронт продвигался, война шла. Мама получала похоронку за похоронкой. Вот, и пять похоронок. И она потеряла зление от слез. А вот Татьяна так и не проронила ни одной слезы за время войны. Говорит, врожденную твердость духа подкреплял мужской коллектив. Она старалась быть наравне. Сила воли, понимаете, у меня моментально она как-то вот появляется. Мне приходилось такое, что надо. Я сразу же вот так вот стою, крепко-крепко сжимаю кулаки. Я иду в задание. Умея. Я иду в задание. Самое страшное на фронте, вспоминает сержант Митрофанова, было видеть смерть. И привыкнуть к этому было невозможно. Мужчина ехал на телеге. И по этому месту, по этой дороге ходили машины, ходили все. А тут мужчина ехал на арбле. Вот. И, значит, она взорвалась. И этого мужчину, и телега, и лошади. Два дома разорвало. Все это вот, это я и видела, своими глазами видела. Вот так. Но это, конечно, было страшновато смотреть. Оружие у нее всегда было при себе. Но Татьяна Никоноровна благодарна судьбе, что ей ни разу не пришлось стрелять в человека. У каждого человека, кто он бы ни был, враг он наш или друг он наш, но у него семья. О победе узнала практически случайно. В тот день ее с боевыми товарищами отправили в город Лунинец за продуктами. В Лунинец приехали. И смотрим, батюшки, что-то народ по 10, по 15 человек идут с длинными палками. И на палках какие-то красные раскутики. И все вот машут так. И все поют, и все пляшут, и целуются, и все. Потом смотрим, гармошка идет. Так объявили, что война окончилась. Ой, сколько радости. Люди незнакомые, целуются и радуются. Понимаете, его не оттолкнешь, потому что он пострадалец. Он столько пережил, так как мы пережили. Но за все пережитое судьба щедро наградила Татьяну. Возвращаясь домой с фронта, на Ярославском вокзале в Москве она познакомилась со своим будущим мужем, Данилом Голубевым. Я смотрю, молодой человек идет ближе к кассе. Я к нему обратилась. Я говорю, молодой человек, можно? Можно. Я говорю, вы не закомпосируете мне билет? Давай, закомпосирую. Ну, я ему отдала требования. Он, значит, пошел и говорит, еще повернулся. Говорит, а если мест не будет? Я говорю, все равно. Все равно компосировали, лишь бы не на вокзале. И вот так мы из Москвы пять суток у бабушки в ногах сидели. Весь вагон видели, что мы все равно вместе. Спустя годы супруг написал стихи об этой встрече. Звезда ко мне упала на вокзале, в столице нашей родины, в Москве. Все пассажиры это увидали. Лишь только невдомек там было мне. А ту звезду Татьяной звали. С тех пор минуло много лет. Когда на Ярославском, на вокзале, я взялся компостировать билет. В декабре 2018 Татьяне Никаноровне исполнилось только, представьте, 100 лет. Но каждый год 9 мая она принимает участие в торжественных мероприятиях ко Дню Победы. Вот и сегодня уже гимнастерку с медалями подготовила. Продолжение следует...